Когда казахстанские студенты забудут о проблемах с общежитиями? Сколько ежегодно в стране перерабатывают мусора и можно ли на этом сделать бизнес? Об этом не только расскажем сегодня в программе «Народные контроли». С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. В Казахстане больше полумиллиона студентов. Около 40% из них нуждаются в общежитиях. Когда же их умы будут заняты не решением жилищных проблем, а постижением науки? И в каких городах уже приступили к строительству общежития и сколько это будет стоить? В этом разбиралась Александра Милечкина. На первом курсе я жил в общежитии, но так как первокурсники в обязательном порядке должны быть в общежитии, то мне не хватило места на втором курсе. Мечта Алмаса Кулышбаева из Тараза – стать публицистом. Но все заработанные деньги идут не на дополнительные курсы и книги, а на аренду жилья. Ни много ни мало ежемесячно студент платит 20 тысяч тенге. Для Алмаса это внушительная сумма. Я живу в этой квартире уже с начала этого года. В универ идти сперва 10 минут до остановки, а потом на автобусе около получаса. Соответственно, хотелось бы жить, конечно, в общежитии. В старейший железнодорожный колледж Павлодара будущие машинисты, путейцы, диспетчеры, электрики едут со всей страны. Будущих специалистов здесь обучить могут. Вот только для колледжа большая проблема с их размещением. В стареньком двухэтажном общежитии 60-х готов. Постройки всего 75 мест. А это почти в два с половиной раза меньше от потребности. Вот и приходится студентам выкручиваться. Естественно, 75 мест для них недостаточно, поэтому приходится устраивать, ну, скажем так, небольшой конкурс. Кто будет проживать в этом общежитии, как будет проживать. Та же проблема и у главного вуза при Иртышке. У Павлодарского государственного университета имени Турайгырова в наличии два общежития на 860 мест, а в очереди больше тысячи юношей и девушек. Но недавно студентов обрадовали. В рамках реализации пяти социальных инициатив главы государства в ректорате объявили о подготовке к строительству еще одного корпуса. Демографическая ситуация сейчас улучшается от года к году, и количество бетурентов, приток будет улучшаться. Более того, само строительство общежития, либо его приобретение будет социально привлекательным. Не меньше претендентов на места в студенческих общежитиях и в Петропавловске. Здесь на одну комнату претендует 1300 человек. Что делать остальным студентам? Ведь снимать квартиру не каждому по карману. Из пяти с половиной тысяч студентов – две тысячи иногородние. Нам здесь вообще не тесно. Вот у нас стоит шкаф, как бы свободно себя чувствуем. Нет никакого там затруднения в этом плане. Так в целом все хорошо. Конечно, бывают комнаты, в которых живут по четыре человека. Но решить вопрос можно, говорят в университете. Здесь уже разработали проект по строительству двух домов студентов. Каждым будет 500 мест. Реализовать его хотят по программе государственно-частного партнерства. Но для этого нужен инвестор. Мы бы до 2022 года, как поручил президент, полностью бы обеспечили своих студентов жильем. Стоимость этого проекта примерно где-то 2 миллиарда 250 миллионов тенге. То есть, если это два проекта, то получается, соответственно, 4,5 миллиарда тенге. 30 тысяч студентов обучаются в Атараусской области. И нехватка общежитий ощутима. Но и здесь вопрос решается. В данный момент в Атараусской области ведется строительство двух общежитий студенческих на 100 мест. Это первое из них – это общежитие музыкальной академии имени Дина Нурписовой. А второе – общежитие технического колледжа в селе Акстал. Также разработана проектно-смертная документация на строительство пяти общежитий. Два из них будут строиться за счет социальных отчислений недропользователей. Уже очень скоро студентам Казахстана не придется решать жилищные проблемы. Начиная с этого года, при университетах и колледжах страны начнут строить новые общежития. До конца мая в регионах определяют земельные участки. О том, какие университеты уже готовятся к строительству новых студенческих домов, рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадзей. Общежития будут разные. Наша задача – убедиться, что они будут комфортные, безопасные. И, в общем-то, правильные с точки зрения как студента, так и родителей, и самого университета. В этом году мы уже заложим несколько общежитий, особенно в государственных университетах. Я знаю, что сейчас готовится Северо-Казахстанский наш университет, Кустанайский, Казгу готовится, Яну практически готов. То есть, я думаю, в этом году уже будет заложено несколько новых общежитий. И эта программа пойдет достаточно быстро. Типовые проекты пяти, семей и девятиэтажных общежитий уже разработаны. Строятся объекты и будут в рамках государственно-частного партнерства. Средняя стоимость общежития – полтора миллиарда тенге. 60 миллиардов тенге ежегодно попусту пропадает на мусорных полигонах страны. Правда, использовать такой потенциал практически некому. В стране чуть больше ста мусороперерабатывающих предприятий. А утилизировать они могут лишь 10% всех твердых бытовых отходов. Тогда как на полигонах страны накопилось 43 миллиарда тонн ТБО. К 2030 году переработка мусора в стране должна достичь 40%. Решить эту проблему могут лишь с помощью бизнеса. Так считают общественники. Правда, заняться таким вот не всегда прибыльным делом пока, к сожалению, хотят немногие. Утилизация пластика жителя Терао Зельхан Байбатыров занялся год назад. Из такого переработанного мусора можно строить даже дома. Делится амбициозными планами предприниматель. Пока же его мини-завод производит плитку и черепицу. Все это время его бизнес был убыточным и только сейчас начал приносить доходы. Все началось с установки сетчатых контейнеров во дворах. Правда, концепцию раздельного сбора мусора понимают не все жители. Я установил контейнеры по городу, но до сих пор не смог получить от Акимата, например, разрешение на их установку. Потому что как бы нет оснований. Вторая причина. Пока экологический кодекс не стимулирует людей сортировать свои отходы. Это только будет со следующего года. Есть компании, которые говорят нам, в принципе, все равно экологию. Вот реально все равно. Мы сожжем, нам так проще. Или мы просим, чтобы вы отсортируете, пожалуйста, положите в наш контейнер, а вы нам за это платить будете. Принять концепцию раздельного сбора мусора казахстанцам все же придется. В Акиматах даже разработали специальную дорожную карту. Сегодня каждый Акимат до 2020 года имеет свою дорожную карту. Согласно этой дорожной карте, они должны реализовать подходы по раздельному сбору, сортировке ТБО, по охвату населения вывоза мусора и по работе с полигонами. Благодаря вот этой дорожной карте, если в 2016 году объем переработки составлял 2,6%, то по итогам 2017 года он составляет где-то 9,9%. Но, тем не менее, это, конечно, мало. Низкая переработка отходов приносит и неимоверный вред экологии. Из 4 тысяч мусорных полигонов страны санитарным нормам соответствует лишь треть. Если брать морфологию мусора, то 30% мусора – это пищевые отходы. Поэтому пищевые отходы – это хорошее топливо, хороший ресурс для биогазовых установок. Поэтому в разных объемах должны быть биогазовые установки установлены. Такие биогазовые установки в Европе уже давно отапливают дома. В Казахстане все еще не могут разобраться с вопросом раздельного сбора мусора. Словом, с 2019 года вывозить на полигоны в законодательном порядке будет запрещено бумагу, стекло, строительный мусор. Их утилизацией будут заниматься только мусороперерабатывающие заводы. Правда, идти в такой бизнес хотят пока немногие. Говорят, что мусор – это золото. Мусор – это не золото, мусор – это мусор. Из мусора можно извлечь довольно большое количество полезной фракции, но коммерческий интерес этого всего составляет не более 10%. В развитых странах, на которые мы все любим кивать головой, говорить, что там все прекрасно, там все утилизируется, захороняется, перерабатывается, там существует другая система поддержки. Пару лет назад государство переняло зарубежный опыт по решению проблемы утилизации отходов. Внедрили систему РОП – расширенные обязательства производителей. Производитель, к примеру, шины и автомател, привозив их в Казахстан, должен заплатить определенный сбор за их дальнейшую утилизацию. Собранные деньги по новой системе передают перерабатывающим те же шины или пластмассу отечественным заводам. Такая система позволит вовлечь как можно больше предпринимателей в переработку мусора. Эффективный прозрачный механизм. То есть для бизнеса создаются единые правила игры. Не так, как у нас было раньше. Так, я решил, что полигом возьмешь ты, а кем так решают. Я решил, что завод надо дадим тебе, дорогостоящий завод, а мусор будешь вывозить ты. То есть все три направления в разных руках, и они во многом не согласованы. Вот благодаря этому только в прошлом году в Астане, в центре столицы нашей, в центре нашей Родины, появилось 50 свалок незаконных. В Астане, где кругом все контролируют. Откуда оно появляется, эти свалки? Откуда? Потому что не было эффективного механизма. То есть завод в одних руках, полигон в других руках. Программа изначально субсидировала автохлам, шины и масла. С прошлого года систему применили при утилизации отходов электрического оборудования и электронной техники, стекла и макулатуры. В прошлом году такого мусора собрали и переработали 60 тысяч тонн. В ТБО, конечно, пока наша целевая группа отходов – это отходы упаковки. Но по нашим оценкам, их, опять же, около миллиона тонн в год до этого вторсырья. То есть основное – стекло, пластик, бумага, металлы. При удачной работе у нас в этой отрасли, то мы до 20% могли бы стимулировать развитие этой отрасли, что, в принципе, хороший результат европейского уровня. Многие страны Европы перерабатывают до 60% отходов. Швейцария и вовсе закупает мусор у других стран и производит из него энергию. В Астане к 2019 году намерены перерабатывать до 75% твердых бытовых отходов. Так, по крайней мере, обещал Аким города на недавней отчетной встрече с населением столицы. Бизнес готов вложить в этом году в утилизацию мусора 5 миллиардов тенге. Пока же такой переработкой твердых бытовых отходов в Астане занимается один мусороперерабатывающий завод. На его строительство государство затратило миллионы. Правда, он таки не справился со своей задачей и пока приносит лишь убытки. Сейчас завод принадлежит частникам. Начнем, во-первых, с того, что не все население его платит еще, к тому же. Более 30% доложников. Этот тариф уже не менялся порядка 5 или 6 лет. За эти 5-6 лет давайте возьмем тарифы на электроэнергию, давайте возьмем тарифы на ГСМ, давайте возьмем тарифы на воду. Все тарифы поднялись. Обоснование поднятия тарифа, я считаю, планомерным, правильным. Сегодня на полигонах страны накопилось более 40 миллиардов тонн мусора. Ежегодно к ним добавляются до 5 миллионов. И если сегодня не довести переработку мусора в Казахстане до нужных стандартов, то уже в ближайшие годы страна может просто захлебнуться в отходах. Такая вот неприятная перспектива. На прилавках казахстанских магазинов опять нашли опасные продукты. В этом году санитарные врачи уже выявили более 37 тонн опасной мясной, молочной и птицеводческой продукции иностранных производителей. Вся она уничтожена. Также с реализации сняли 500 килограммов опасного продовольствия. Всего в Комитете охраны общественного здоровья проверили 79 образцов молочной продукции. Провели более тысячи различных исследований. Результаты лабораторных экспертиз показали, что значительная часть проверенной пищевой продукции не отвечает требованиям по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Маркировки и, конечно же, речь идет о фальсификации. За нарушения производители оштрафованы на полтора миллиона цинге. Также им выдали 62 предписания об устранении нарушений. Ну а сейчас по традиции наша рубрика «Народный репортер». 24 марта. Кокталл 2. Центральная улица. Везде вода. Дорог нет. Вы думаете, это река, так это дорога. У ребенка была температура, скорая не смогла проехать. Иду, шагаю, везде вода. Как добираться до города? Я постоянно свои ботинки мою. Уже сил нету. Как вообще пройти? Как вообще люди добираются? Каждый год одно и то же. Высыхать это будет долго. Как минимум месяца два, наверное. Если не больше. В этих лужах можно реально утонуть. Просим помочь нам, жителям Коктала-2. Если и вам есть что рассказать, мы ждем ваше видео на нашем мобильном мессенджере по номеру 777-890-6690. Пишите также на электронный адрес, либо в социальных сетях. Обращайтесь. Поможем. С вами была команда «Народного контроля». Увидимся, как и обычно, на телеканале «Хабар». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»